Будет найден какой-то другой способ существовать, не только капиталистический, буржуазный или социалистический, другой способ, я его называю в книге, не скажу как. Вспомните времена, ну если кто там жил, конечно, когда у нас были повозки вместо автомобиля, кони, кареты, вот это все, да? А потом технологии позволят спрятать дужки в ушки, а вот эти вот очки сами по себе, блин. Просто пока что компьютеры слишком слабенькие, чтобы хранить всю эту базу данных. Поэтому вот ЦРУ или ФСБ про кого решать, навести справки, про того, и мы всех знаем. Кто сейчас вместе с нами как лошади? Машины. У нас даже лошадиные силы, да, в этих машинах. А кто будет вместе с нами через, ну пусть даже 30 лет? Наверное, я должен представиться, я автор этой книги Алексеев Харплатов. Милосфера 2069 «Будущее будет светлым» — это название неиспроста. Эта книга описывает то, как мы будем жить в 2069 году. Через сколько это лет? Почти через полтинник. То есть ретроспектива тут длинная получается. Причем, заметьте, здесь речь идет именно о тех годах, а не вот ближайших там, пяти-десяти лет, когда турбулентно зима. То есть для этого никто не будет отрицать, что у нас сейчас явно нестабильное время в мире. На грани войны там балансируем. Воины локальные уже идут, да, на грани мировой. А если кто-то за этим хочет окунуться в мир, то это не об этом. Я очень хитро перепрыгиваю через эти времена. Турбулентные времена по-любому кончатся. Будет распределение какого-то человеческого министра, человеческих ресурсов. Будет найден какой-то другой способ существовать. Не только капиталистический, буржуазный или социалистический. Другой способ. Я его называю в книге, не скажу как. Может быть, речь зайдет, тогда скажу. Но я описываю историю, между прочим, в Москве. Это роман. И никто иной, как я и жена моя. Мы идем по улицам Москвы, но по тем улицам, которые будут в 1969 году. И их, надо сказать, прямо не узнать. Начнем с того, что, например, во дворах у нас не будет автомобилей вообще. Можете себе представить, сточки здесь выходит? И нет автомобиля. Нет парковок, пробок. Нет. Кому-то хочет, кому-то интересно спросите, почему так. Как же мы будем жить без автомобиля. Но в 1969, через 46 лет, это будет уже так. Или почти так. Или, например, мы идем, и на нас одеты костюмы. Из очень такой, будто перчево, и очень высокотехнологичной ткани, которая легко дышит. Которая пропускает пары от тела. И при этом не выпускает тепло. И что самое интересное, она может легко окрашиваться в любой цвет. Более того, она может не просто будет окрашена в цвет, а переливаться цветами. Кроме того, она очень хороша летом в жару, вот здесь, в Сочинке, после 30. Она прям позволяет дышать, как будто там внутри кондиционер находится. И в холод эта же самая ткань. То есть мы не с ним, мы не будем ни один, ни что не другое. Мы будем прямо в этой же самой ткани. И стирали машину, ты ее достал. А тем, и в том, в чем ты ходил на жаре, в 40 градусов, в том же ты можешь ходить на холоде, тоже в минус 40 градусов. Вот, например, еще такая фишка, да, такая ткань. Или, к примеру, гаджет. Ну, мы с вами сейчас все живем с телефоном, да? Кто пришел без телефона? Если что-то. Не бывает. Да, надо. Кто зависит от телефона? Кто примерно? Ну, давайте смелее. Кто зависит? Все честные. Да. Ну, потому что, ну, как без телефона? Сейчас все там, да? Как вы думаете, мы через 46 лет будем зависеть от телефона? Нет. Не будем. Что-то будет встроенное. Вот. То есть будем зависеть. Но уже не от телефона. Уже не от телефона. Да, мы встроены. Встроено будет, по моей версии, есть разные варианты. И, кстати говоря, люди будут предпочитать разные встроенные каждые. Не обязательно те, которые я описал. Но вот мы с женой выходим, у нас линзы. Но их будут носить почти все. Это удобно. Что еще раз? Линзы. А, линзы. То есть сначала это будут очки. В дужках будут процессоры. Такие устройства у нас будут держаться лет 20. А потом технологии позволят спрятать дужки в ушки. А вот эти вот очки сами по себе в линзы. И еще у нас будут назубники. Ну, это два маленьких, еле заметных таких алмазика, что ли, так скажем. Да, на левом, на правом зубе. Ну, кто где предпочтет. Может, кто-то на леду будет. Для чего? Чтобы мой вкус чувствовал. Потому что сейчас у нас с вами 2D изображение. Если мы с вами наденем очки, синие, красные, да, то будет 3D. Но это ерунда. А где передача запаха? А где передача вкуса? А тактильное ощущение? Вот это все где? Соответственно, через 46 лет это будет очень привычно для нас с вами. То есть мы с вами сейчас собрались здесь, оффлайн. Мы точно так же сможем собраться через 46 лет вот так вот оффлайн. Только при этом тела у нас будут в разных странах находиться. Понимаете? Ну, ощущать мы будем все как по-настоящему, как здесь. И у нас фактически разница между реальностью и виртуальностью будет, ну... Я не скажу, что она исчезнет. Но она будет минимальна. Минимизированная она будет по полной программе. Кому-то может это показаться там фантастичным, надуманным. Но я хочу подчеркнуть, что эта книга не фантастичная, это не фантастика. Это научная фантастика, это несколько другое. И я футуролог. Я не писатель-фантаст. Кстати, если бы я был писатель-фантастом, наверное, книгу было бы читать еще интереснее. Потому что все, что нереально, она читается детективами, unreal, да? Вот все, что прямо такой закрученный сюжет, ну вот, что в жизни почти не бывает, оно и читается интереснее. А у меня будет все как будет. При этом, вы можете меня спросить, Алексей, откуда ты так уверен, что вот так вот именно будет? Я вам на это отвечу. Каждый будет жить в своем будущем. Более того, я не уверен, что я буду жить именно в этом будущем, которое я описал. Потому что есть много факторов. Первое. Мы заказываем будущее в зависимости от того, какие мы сами. То есть, что мы заслуживаем. Второе. Будущее многомариантно. За эту тему написано много философских всяких книг, статей, исследований и так далее. Но есть такая версия, что одновременно существует несколько версий, даже несколько тысяч, миллионов версий, как прошлого, так и будущего. И это все параллельные реальности, которые параллельно существуют. Я не буду сейчас в это вдаваться. Это уже дело вкуса. Об этом в книге ничего не описано. Но та версия будущего, которая там описана, это та, в которой я хотел бы жить. Почему? Потому что, смотрите. Давайте так. От технологий мы откажемся? Нет. Только при каком варианте мы можем отказаться от технологий? Ядерная война. Все, другого ничего не идет. То есть, если мы уничтожим сами технологии, то по какой-то дурости или случайности, тогда мы, да, будем жить без технологий, но, извините, скажем так, это форс-мажорный стиль развития событий. Если говорить о нормальном, то мы не сможем отказаться от технологий, я с вами совершенно согласен. А если мы от них не сможем отказаться, значит, что надо сделать? Надо их обуздать и сделать так, чтобы они нам продолжали служить, как сейчас. Они как в матрице. А в матрице что? Люди мешаются роботам, да? Вот. Роботы ненавидят людей, потому что люди пахнут, потому что они делают что-то неправильно, как-то не поплавают. Они испытывают эмоции, и от этого их невозможно предообладать. Вот чтобы не было такого, чтобы мы помешаемся роботам, а это вполне реальное событие, то есть это вполне реальный сценарий. Надо просто эту технологию правильно развивать. И у меня есть основания без лишней скромности считать, что я предложил миру тот сценарий, по которому мы действительно можем эти технологии правильно проводить в жизни дальше. Потому что сейчас еще мы их обуздываем более-менее легко. Но кто пользует сейчас GPT? Видите, даже больше половины аудитории их не может пользоваться. А кто видел кадры из последней выставки в Китае от роботов? Они прямо там с кожей, с ногтями, с глазами, вот как влюсти, как у человека, торгать умеют, говорят. Никто не видел? Это просто поражает воображение. То есть уже сейчас сделаны роботы, ну пока еще там верхняя часть, да, то есть еще так, чтобы они автономно ходили, еще не сделаны, которые очень похожи на человека. Кто смотрел «Искусственный разум» фильм? Семья теряет в каком-то будущем, там, в 2400 году, теряет ребенка и им из компьютерной, из роботизированной фабрики привозят замену робота. Ребенка запрограммирована точно так же и выглядела еще вот точно так же. Там робот, вот, кстати, я советую посмотреть этот фильм «Искусственный разум», запомните. Он, во-первых, классно смотрится, во-вторых, он очень много показывает нам того, как роботы могут жить среди нас. Вспомните времена, ну, если кто там жил, конечно, когда у нас были повозки вместо автомобилей. Кони, кареты, вот это все, да? Просто, вот, в тот мир, переместитесь немного, там были деревянные строения, лошади стояли на привязи у каждого постоявого двора. Чем пахло? Ну, ухажено. Сено, вот это все, да? Представьте. И животные жили среди нас, фактически. То есть в каждый дом зайдешь, там хлев, там козы, овцы, коровы, да? Ну, нормально. И вот в этом все, запахи, вот в этом мы все живем. А лошади были нам не просто кормильцами, как коровы, например, или козы. Они нас перевозили. У них были свои характеры, мы их любили, мы их покупали, продавали. Они вместе с нами побивали на фронтах, на войнах и так далее. Кто сейчас вместе с нами как лошади? Машины. У нас даже лошадиные силы, да? В этих машинах. А кто будет вместе с нами через, ну, пусть даже 30 лет? Совершенно верно. Робот. У нас будет. У нас сейчас есть робот-пылесосы, там, 50-я, 50-я. Робот или козы, ну, вот, 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 вот. А ведь это же только начинается. Робот-пылесос, который бегает там, и что-то себе пылесос, это все время, да? Ну, сколько, лет 10 назад был изобретен. Ну, или, может, изобретен раньше, но в обиход вошел лет 10 назад. Сейчас ты ему уже не удивишь. Бывает, робот, ты его присасываешь к стеклу, и он тебе ездит все время там, когда тебя нет дома, он еще подсматривает, чтобы не мешаться, да? И моет тебе это стекло. На каждое стекло повисло, вот они тебе и чистят. Все, не надо, забыл об этом, не надо чистить все это самому. И это становится уже привычным. Сейчас еще умные дома, да, знаете, что такое есть? То есть холодильники, которые определяют там, когда прозвенеть, чтобы тебе напомнить про ужин или про обед, или что-то самоподогревают. Ну, много всяких есть таких устройств. А теперь просто представьте себе это же самое, но это же ведь будет развиваться, и развиваться все понарастающе. Но через 30 лет, представьте себе. Все будет летать. Пиццы, вкусные точки, там, не знаю, ру, вот это, ура, да, вот все, что нам здесь делать вегетарианство, все будет летать. Все будет на квадрокоптерах или на вакулетах нам доставляться. Куда доставляться? У нас у всех на балконах будут приемники, умные приемники всего, что мы заказываем. Как мы будем заказывать? Как на Валдберрис? Что вы, это здорово. Это уже неудобно. Кнопочки нажимать там выбираются. Мы же будем в линзах, понимаете? Здесь будут процессоры в ушах, в ушах, да? Вот. И здесь будет вкус. То есть мы, когда выбираем, мы даже на вкус можем почувствовать блюд. Потому что нам через назубник передается это, у нас же не два, а шесть лет. Вы представляете, как легко будет выбирать и заказывать? Ты заказал, ты же можешь не нажимать кнопку, просто про себя произносишь доставку. И более, ты даже не говоришь, какое время. Искусственный интеллект за тебя знает, когда тебе надо поужинать. Представляете? Страшно? Вот, вы совершенно близки к Истине. Искусственный интеллект реально будет за нас все знать. Вы, кто общался сейчас уже в пяти, вы прекрасно знаете, что искусственный интеллект за нас и так все. Ну, ну, вдруг на свое. Пока что. Да. Если ты сейчас говоришь, я могу не смогу, да? Я просто такала просто, когда... Ну, это вот про то, что это было лишь. То есть человек, вы можете что-то заставить, но как? Вы, там, мужики, решили лимиты, там, вот, как... Чтобы вы не пытались уже обветрить этот искусственный интеллект, чтобы вы, там, не вы. Там, потому что они это еще не сделали, или вы уже перебрали. И очень просто... И страшно, и смешно, на самом деле. Страшно, если этот искусственный интеллект начнет решать за тебя. Да, но я делал, что он решает, потому что мы их тоже нужны, но дверь, она нужна в тазах, все, и переброй. Но ты пока можешь его послать, условно говоря. Пока. Но мы их нельзя было послать. Вот, вот, понимаешь? Но, смотри, вот вся фишка заключается... Ну, как бы мы пофинансировали, мы представили себе уже, да, во что может приведеться технология. И это и смешно, и страшно, мы пришли к этому выводу. А теперь, что же должно быть, чтобы это было не страшно? Ну, и желательно, не смешно, потому что искусственный интеллект все-таки не должен вызывать у нас смех. Мы смеяться должны друг с другом, а если он что-нибудь перепутает, это будет уже не смешно, да? Вот, поэтому с его стороны мы ожидаем какой-то точности, и точности чего? И исполнения того, чего нам хочется, да? Ведь мы сейчас едем на машине, мы нажимаем газ, и машина точности слушается, вот как там надо, да? Ну, скоро у нас машин не будет, скоро у нас будут автопилоты. Ну, вернее, это будут те же самые машины, но только мы их не будем водить. Мы будем садиться в машину, нажимать кнопочку, ну, пока еще кнопочку, куда нам надо приехать, и желательное время, за которое нам надо достаться до вечера. И все, можно заснуть, читать книжку, и машина сама тебя довезет до того места, до которого надо. Она сама за тебя решит, как проехать, ну, ты же дал ей вводные параметры, куда и за сколько. Все, она сама решит, насколько это будет быстро, насколько это будет рискованно по дороге, да? Степень риска и там скорость, она сама вызывает. Вот я с компанией нахожусь там, которая мне делает прибыль сейчас, прибыль она делает так, искусственным интеллектом. То есть торговля искусственным интеллектом, он решает, когда войти в сделку, когда выйти из сделки. Но его программирует человек, поэтому, по большому счету, решает не он, решает человек. Но человек роботу, искусственному интеллекту говорит, слушай, вот я решаю, что ты за меня можешь вот это решить. Ну, как-то так, папа, да? То есть мы определяем ему рамки, внутри которых он может двигаться самостоятельно, искусственный интеллект. И мы эти рамки пока что определяем. Но когда-нибудь искусственный интеллект будет такой умный, что он как-то подумает. И, кстати говоря, сейчас уже такое есть. Сейчас я попробую напрячь мозг. Это были какие-то военные учения. Какому-то дрону дали задание что-то там уничтожить. Но у него запрограммировано, что он не может уничтожать людей. Не буду сейчас долго описывать. В общем, он дошел до того, что самый оптимальный путь уничтожить ту цепь, которую ему сказали, это уничтожить людей, которые ее охраняют. И здесь он просто вывел на экран это решение и спросил человека, можно или нет. Но он же может не спросить. Пока он так запрограммировал, что он спросит? Но ведь найдется какой-нибудь хакер, который запрограммировал по-другому. И эти хакеры будут, но никуда от этого не денется. Будут такие ситуации, и они уже есть. Тоже, наверное, вы смотрели кадры, наверняка в интернете, что сейчас роботы, не те, которые китайские, которые очень похожи на людей, они там, железячки, вот эти собачки, все видели этих собачьих роботов, которые доставку, например, на проспекте Мерлин. На прошлой неделе иду мимо Ямбекса. Там Ямбекса доставка, робот такой коробочкой, бежит на ножках. Сам бежит, сам знает куда, ну что. Вот, все эти кадры видели. И все видели, наверное, как человек толкает этого робота, он там типа падает, встает и стреляет по мишеням, но ни разу не стреляет по людям. У него тепловизор стоит, ну в камере, и все, что выше 20 градусов, он в этом не имеет права стрелять в руку. Но его так запрограбили, а может запрограбили по-другому. Сборы, наверное. Конечно, и сборы, может быть, в системе. Что надо, чтобы не было этого сбора? Это очень сложная проблема. И я, когда начинал писать эту книгу, я, честно говоря, вам, так скажу, ну не был уверен в том, что я нашел вариант ответа на этот вопрос. Поэтому я стал согласовывать свое решение с мнением других людей, футурологов. Я же футуролог, поэтому мне обязательно надо знать, какие тенденции, о чем еще думают футурологи, что пишут, какие публикации нам темы и так далее. Какие видео выходят. Я подписан там на все каналы о будущем. Ну то есть я в этой теме сижу, я понимаю, как будущее развивается, какие тенденции. Если что про будущее, обратитесь ко мне, и я вам скорее всего все расскажу. Что где взять, с какой полочки положить там, что когда будет. Поэтому это моя профессиональная сфера. И вы знаете, со временем, по мере исследований, я понял, что, в общем, я попал в точку. Я не знаю, вот как мне сейчас раскрыть этот секрет или сказать вам, читайте в книге, вы там все узнаете. Ну, понимаете как, если я просто сейчас скажу, вот это вот, вот так вот делается, да. Вы-то еще не сообразили, так, не так. То есть нам надо будет это пообсуждать. Вообще, если, ну я так будет вам раскрою, если вы просите, может быть не сразу, может через 3-5 минут, но суть какая. Сделать этот шаг страшно. Сделать этот шаг, ну как-то боязно, сомнительно, что-то жмет, как-то не хочется. Казалось бы, ну что, что в этом такого? Просто признать, что я не имею права на тайну личной жизни. Все, раскрою. Ну что? Тайну личной жизни. У нас сейчас с вами жизнь строится на чем? О том, что мы имеем право не сказать. Да? Не раскрыть. Скрыть. Быть в тайне. То есть у нас есть какая-то личная жизнь, которая, ну, никому не известна. Мы так думаем. Да? Но если вы пользуетесь гаджетом, то уверены ли вы, что о том, как вы живете, никто не знает? Когда вы выключаете камеру, вы уверены, что вы ее выключаете? Да. Слышу. Если у вас ноутбук с камерой, который не вот так задвигается, да? То вы уверены, что она за вами не подсматривает, когда вы ее выключаете? Да, да, да. Боже, да. То есть люди, которые всякие чиновники и кто он и действует, которые знают, которые ходят с обычными кнопочными телефонами. Да. А эти люди могут все время иметь компьютер, а он подсоединяет там, в пришел, а они говорят с обычными кнопочными. Фейсбейшник и так далее. На линии фронта сейчас попробуйте с гаджетом выйти. У тебя не дадут? Пока. А теперь смотрите, вы едете по улице на авто. Там же камер полно. Камеры плохенькие, а вы лучше хорошенькие. И через лобовое стекло распознать ваше лицо, ну, делать нечего. То есть знать, где вы, куда вы направлялись, какой маршрут у вас каждый день, ну, легко, при желании. Просто пока что компьютеры слишком слабенькие, чтобы хранить всю эту базу данных. Поэтому вот ЦРУ или ФСБ про кого решать навести справки, про того они всех знают. Ну, кто не попадается им на глаза, ну, как бы, кто ничего не нарушил, на каком галочке нет какой-то особой. Ну, как бы он так и живет, о нем никто не думает. Но если надо будет, ведь закон Яроскович принят, достучаться и до МТС по вашим звонкам, что и как, да? И съемки камер. Есть закон. Ваза за полгода или за большее количество. Она лежит. И если надо, по вам навести справки, она лежит. Так у вас есть тайная личная жизнь? Давайте я голосование проведу. Вы согласны сейчас подписать бумажку о том, что вы отказываетесь от того, что у вас есть некая тайна в вашей личной жизни, к которой вы, вот, имеете право ее хранить, и никто не имеет права прикоснуться, что-то спросить, выпутать у вас так, чтобы вы не имели права сказать, а я вот вам это рассказывать не хочу. Вот кто согласен сейчас подписать такую бумажку? Что вы не имеете права на тайну личной жизни, да. Или, скажем так, подписать бумажку, что у вас есть тайная личная жизнь, и вы будете ее отставить. Вот какую бумажку вы подпишете, что есть или что нет? Что есть тайная личная жизнь, это правильно. И правильно. Раньше 35-го года общество не созреет к тому, чтобы тайную личную жизнь не отменить. Вся фишка в чем? Смотрите. Технологии идут вперед. Мы уже договорились, что мы от них никак не сможем отказаться и никак не сможем этого избежать. Биометрия будет, камеры будут везде, хоть и по ночам встать, хоть и по дням, все равно за нами будет везде все следить. Потому что, ну, это тренд, к этому все идет. В конце концов, так преступность не будет, понимаете, когда все будут знать, что за ними следить. Условно скажем. Как же надо так правильно это дело внедрить, чтобы это было использовано не против людей, а за? А очень просто. Вот я задал себе вопрос. Я готов подписать бумажку об отмене тайны моей личной жизни, если я знаю, что такую же бумажку подпишет Путин? Понимаете? Не будет людей. То есть не будет исключений. Да, да, да. Если Патрушев, если Шойгу, если все подпишут такую бумажку, и главное, технологически это можно будет решить, что это не теоретически, понимаете, а что это действительно так, потому что бумажку я не подпишу, но кто же по этой бумажке будет их проверять, понимаете, сейчас. Вот. Если удастся нам все общество технологически посадить на такую систему, когда все будет открыто и прозрачно, это будет другая жизнь. Смотрите, на самом деле для нас ничего не изменится. Мы как с вами не обладали сейчас тайной личной жизнью, ну как бы нам не хотелось, но мы ей не обладали. Ну еще лет пять и все. А нас будут знать все, когда мы пописали, покакали, что мы покушали. Ну все. Про нас будут знать. Хотим мы этого или нет. Подписали мы что-то или не подписали. Их значит надо сделать так, чтобы это было просто взаимно. Чтобы сильные миры всего тоже разделись договарно. Смотрите, живут же кошки, собаки без одежды. И какого-то сверхнасилия мы не наблюдаем. Наоборот, у людей это насилие больше, чем в голых животных. Понимаете? А мы как бы прикрыты вроде. Так что это? Мы прикрыты от стыда или просто чтобы нам холода не было? А теперь перенесем это аналогию на прикрытость с точки зрения тайны. Одежда это же ведь то, что скрывает, ну условная одежда, что скрывает какие-то поступки от общества моих. Вот у меня есть моя совесть, от нее ничего не скроешь, от Бога ничего не скроешь, да? А вот от вас я могу скрыть. Ну как говорят же в народе, Бог все видит. Понимаете? И мы действительно как бы думаем, что мы… ну что никто не узнает о каком-то нашем поступке. Фиг вам. Во-первых, есть такая штука, как совесть, и она все знает. И она тебе где-то там что-то гложет. И никуда ты от этого не денешься. Во-вторых, у другого человека есть интуиция. И он что-то вот чувствует, что что-то вот ты скрываешь. Вот мы с Женей… у нас семья большая, детей много. И вот что-то мы чувствуем, что где-то что-то, кто-то что-то не договорил. Почему это лежит не на месте? А это где? А это что? А я не трогал. А я ничего не знаю. И вот это вот все. Понимаете? Ну кто-то искренне просто действительно не помнит уже, какую вещь не туда положил. А кто-то просто откровенно врет. Причем в глаза смотрят и врет. Дети это умеют делать только так. Но они же тренируются. Они пробуют, они растут. На самом деле, как мы брали, так мы и будем брать в будущее. Единственная разница – все будут знать, что ты врешь. Вот и все. У меня, не знаю, 36 дубов врет. У меня руки длиннее проводов врет. То есть, правду я говорю или нет, вы будете легко знать. Ну, смотрите, детектор лжи же изобретен, а его уже раньше не было, да? Раньше детектор лжи представлял себе огромную такую кабину с проводами, и вот ты там говоришь, и он как-то определяет, погрешит или нет. И то, сколько погрешит. Чем дальше, тем больше детектор лжи может поместиться в просто обручальное колечко. Ну, сейчас мы женимся и мы обливаем обручальное колечко в знак верности какой-то, да? Ну, символ так, да? Мы, кстати, с Женей без колечка, мы не любим носить что-то там на себе. Но, тем не менее, наушники у нас будут. Ну, в смысле, линзы, ушники, назубники, да, в этой кинке. Вот, но в некотором времени, это будет лет через десять, в эти кольца будут детектор лжи встроены. То есть, чтобы супруги, ну, просто проверяли друг друга. Врет, не врет, врет, не врет. И не обязательно супруги. Это будут колечки, которые используют, например, те, у кого есть статья. Есть домашний арест, да? А есть колечко, пойдет. И все, грешь, не грешь, видно. Я сейчас просто накидываю фантазии, да? Но эти фантазии, они основаны на реальности. То есть, где и в какие области жизни будут какие технологии применены. Суть идет к тому, что, ну, это неизбежная тенденция. Все идет к прозрачности. Смотрю, вот туда вот посмотрю. Вот. И вот эту тенденцию не избежать. Мир становится прозрачным. У меня есть предыдущая книга, мы написали в сапсорстве с Павлом, тот же вот на Кипре. Он помнит, только не под этим, что было с ним до рождения. И, ну, у меня много таких знакомых. Каждый по-своему как-то помнит. А он помнит прям очень мощно. То есть, он помнит много всего. Он помнит настолько, что это сложилось в связанный рассказ. Получилась книжка чуть потоньше этой. Очень популярная, я не знаю, там, переиздание, наверное, 7 было. То есть, много. В шестнадцатом году мы ее издали. Вот. И четко он рассказывает о том, что в мире душ нет вообще секретов. То есть, ты встречаешься с душой, ты не просто видишь ее душу, да? Лицо, ее условное лицо. Ты видишь все ее предыдущие жизни, следующие жизни. Всех ее знакомых, друзей, поступки, характер. Все видишь. То есть, нет секретов, на самом деле, в мире душ. На Земле эти секреты есть. И Земля – это такое место, куда поселяются души, как частилища. Именно в эти условия. Там, где можно врать. Там, где есть войны. Там, где есть недоговоренности. Там, где есть противоборство. Там, где есть нелюбовь, ненависть. В мире душ нет нелюбовь. Там только любовь. А здесь, в мире, ну, другой мир. Как частилище мы сюда приселяемся специально. Ну, казалось бы, ну, если мы сюда приселяемся специально, как частилище ходить, что нам менять основные законы этой жизни? Такое временное стало. Ну, технологии подошли уже к тому, что мы не можем это не изменить. Вопрос просто времени и доброй воли людей. Вот. Наше с вами дело, чтобы это изменение произошло правильно. Чтобы не было вот этих хакеров. Чтобы не было каких-то там Шойгу Путина в Катрушевых, которые как-то за нами наблюдают, а мы за ними нет. Понимаете, вот это всего лишь одно единственное маленькое условие взаимности, открытости. Оно решает все. Как только ты открываешься большому брату, а большой брат открывается тебе, все. Это меняет вообще все на свете. Доверие полное. Все открывается. И вы можете, в общем, жить с этой мыслью дальше и пытаться понять, а как же это будет? Пытайтесь переводить, как это можно будет жить в таком мире. Может быть, есть что-то не то. Может быть, есть какое-то противоречие, которое Алексей Хокватов забыл нам сказать. Может быть, это что-то не сработает. Как? Если вы хотите докопаться полностью до истинно, то все это описано в книге. То есть почему? Что за технология, она на основе блокчейн будет сделана, которая позволит сделать так, чтобы это было открыто? Это же все действительно технологично. К этому должны компьютеры подойти. Это должно быть запрограммировано. И сейчас у нас нет такой технологии. У нас интернет – самые первые версии, которые мы сейчас пользуемся. Томуособный интернет. У нас потом будет блокчейн-нет. Он уже зарождается. Уже есть несколько компаний, которые делают блокчейн-нет. А после этого будет «Миосфера». Откуда, кстати, название «Миосфера»? «Миосфера» – это великий интернет будущего, который абсолютно един с искусственным интеллектом. То есть это не просто поле, вот как мы сейчас в это поле, вот вы видео записывали, мы его кинем в интернет, но это валяется. Мы не можем проверить истинность этого видео. Может, я там на фотошопе, да? Мы не можем проверить местоположение этого видео. Ну что? То есть оно может быть просто фальшиво. Оно может быть записано пять лет назад, да? А я его выложил как будто целый. Фактически мы ничего не можем проверить, кроме… Ну, мы можем только поверить. То, что там говорится – это то, что записано действительно. Такого-то числа, которое там написано. И это действительно лицей хокватов, они его… Сейчас двойники, кстати, легко делаются в интернете. Ну, в общем, я думаю, вы поняли, что настоящий интернет – это просто такая мировая помойка. Более того, каждый файл в миллион экзентаров существует. Потому что фотографии копируют, пересылают. Это все копии, копии, множество. Это все гигабайты. Это все то, что загружает в сервер России. А у нас там будет запускаться программа «Чистительство». Как только пройдет референдум о тайне личной жизни, в тридцать шестом году запустится программа «Чистительство». Все двойные файлы будут удалены. Интернет будет почистен. И после этого, еще через десять лет, появится неоскоро. Это новый интернет, который будет на технологии уже не 6G, а 9G. 5G, знаете, что такое? 5G – это очень высокоскоростный интернет, который в сто раз быстрее, чем 4G, который мы сейчас пользуемся. И который при соответствующей частоте станции 5G будет позволять не выходить из интернета вообще никогда. Он везде. Starlink, его на маске слышали, да, проект. Это тоже проект, который позволяет связываться с интернетом тоже всегда. В 69-м году мы не будем выходить из интернета вообще никогда. Более того, мы не будем представлять себе жизнь без интернета. Ну, без, наверное, сверху. Но это будет как-то, ну как, как человек в пещере, в древние времена. Почему не носить обувь, когда она удобна, да? Чтобы босиком ходить по простеклам. Надеюсь, мы их нам надо идти. Почему? Вы все же ходят к стоматологу, да? Что же ходят к стоматологу, пожалуйста? А ведь что такое стоматолог? Это протезируемое. Это когда тебе вместо твоей ткани, зубной, ставят нечто искусственное. Но если тебе почву на искусственный замен, а если глаз тебе замен? Что, это уже что-то не то, да? А сердце на искусственного, а руку, ногу, а тело. Где вот эта грань? Что можно, а что нельзя, понимаете? А если тебе мозг заменит? Это будешь ты или не ты? Вот как бы, ну, страшно, да? Вот, понимаете, а страшно уже, на самом деле, стоматологу. Приходишь к ним в путь, это страшно. Ну, жужжит там что-то. Нет, я про что говорю, посмотрите. Когда-то нам с вами было страшно подумать, что человек может жить с искусственным почем. Ну, как, это что-то чужое в тебе, в твоем теле, понимаете? Жимит. С искусственным сердцем живут. Ну, с моторчиком не будет, батарейка стоит. Пока. А потом будет солнечная батарея. Шляпу одеваешь, так будет солнечная батарея. И все. Я просто, ребят, показываю намеки, которых много в мире, как мы можем жить. Просто можно позволить себе это пофантазировать и будет понятно. Какая у нас тенденция, как мы развиваемся, что будет. Давайте перейдем к вопросам и ответам. Здесь есть учителька. Ставьте, пожалуйста, сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!